АПЛОДИСМЕНТЫ Преходом мир становится ярче и красивее, пробуждаясь от зимней спячки. Хочется счастья и любви. Наш концерт, как уже было сказано, называется «Весенняя рапсодия». А это значит, что здесь прозвучат музыкальные произведения композиторов разных лет. В основном будет звучать камерная музыка. Это небольшие произведения, такие как романсы. Но также прозвучат и арии из опер и опереты. Они будут чередоваться с поэтическим словом, с том необходимым каждой душе. В метели белоснежный город, цветут во всю деревья бойко. Не верится, еще ведь холод, господствовал так нудно сколько. Кусты к цветению повсюду, на стайки лебедей похожи. И пьют из мелких лужек с водой, как будто из озер. Быть может, они усталые и все же воскресли после злых морозов. Земля – вселенский теплый остров, что распустился белой розой. Как приятно бывает, когда дарят цветы. Сразу поднимается настроение, хочется радоваться жизни и знать, что ты кем-то любим и кем-то думал. Малоизвестный композитор Будеш посвятил свой роман под названием «Цветы из Ниццы» этим творениям природы. В свою очередь, это произведение дарит вам артистка театра «Апилеты» Ирина Зангиева. Всегда интересно узнать о какой-нибудь великой личности прошлого и настоящего времени. Черпаешь сведения об этом человеке, пытаясь узнать о том, как создавалось то или иное произведение, что этому способствовало, какие люди его окружали, что или кто его вдохновлял на это творение. У нас в программе есть блок, посвященный такому композитору, как Исаак Дунаевский. Но прежде чем мы начнем произведение этого композитора, немножко исторической справки, которая присутствует перед тем произведением, которое прозвучит следующим номером. Это было весной 23-го года. 17-летняя дочь бухгалтера Клава Шульженко, с детских лет мечтавшая стать актрисой, пришла на прослушивание главному режиссеру Харьковского драмтеатра Синельникову. И на вопрос, что она умеет делать, ответила сразу – петь, декламировать, танцевать. Директор остановился на первом, после чего пригласил танцеместера Дуни. Этой самой Дуни оказался симпатичный молодой человек. Тогда это был малоизвестный композитор Исаак Дунаевский. Он прекрасно аккомпанировал начинающие певицы, да к тому же завидовал музыкальной честью театра. Впоследствии оказалось, что композитор был тайно влюблен в 17-летнюю красавицу. Через какое-то время он пишет замечательный роман под названием «Молчание», в котором все сказано без лишних слов. Так рождается порой прекрасное. Для вас, дорогие друзья, он прозвучит в исполнении Анастасии Поповой. Музыка – это одно из самых прекрасных явлений на нашей планете. С помощью звука можно выразить самые сокровенные чувства, зайти в потаенные переулки души и надолго там остаться. В продолжении темы о Дунаевском прозвучит еще одно великое творение этого композитора под названием «Лунный вальс» из кинофильма «Цирк» в исполнении Елены Зимцовой. Тема любви всегда и во все времена волновала композиторов всего мира. Душа не может, не любив, не отзываясь на весенние мотивы. Все кажется таким простым и замечательным. Не менее замечательная песня «Анюты» из кинофильма «Веселые ребята», автором которой стал все тот же Исаак Мулаевский. Поет Ирина Зангиева. Заканчивается первый месяц ее величества весны. Шумный и хлопотливый маль. Еще вчера мы так долго ждали ее прихода. Весна в пути. Вот-вот придет она. Об этом возвещают птицы хором. Душа она держит на лучшее полна. Как первые цветы в своем напоре Пробиться к свету трепетных лучей. Какие рассыпает солнце всюду. Давайте быть прекрасны и добри. Как та весна, что скоро все же будет. Нашу программу продолжает роман с веслой В исполнении Натальи Игнатовой. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Латаная, перелатаная, склеенная слезой омытая, Что-то хранит спрятанное, наспех мною зашитая. С ритма порой сбивается, в ночь раззвонит бессонницу, Призвонит, не унимается, как колокол на звоннице. Кажется, что кидается, моля в своем подаянии. Сердце мое надрывается, прося любви покаяния. Романс в обработке Якова Пригожева. Что это сердце исполнится вашим покорным слугом? АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогие друзья, как я уже говорила, в концерте часто звучит камерная музыка. То есть это романсы. Но хочется же и крупной формы. И сейчас прозвучит дуэт двух героев Из знаменитой оперы Чайковского «Пиковая дама». Герой зовут Прилепа и Меловзор. А исполняют для вас Анастасия Попова и Марина Веркина. АПЛОДИСМЕНТЫ Ах, сердце, сердце, все-то ты понимаешь без слов. Все в тебе болит и тревожится. Ты радуешься весне надеясь, обретая веру в лучшее. Программу продолжает роман с довольно редкого композитора Маргариты Куз. Под названием «Чтоб сердце не грустило по весне», А подарит его нам Наталья Игнатова. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Сейчас перед вами появится в исполнении Анастасии Поповой. Итак, Ария Джигиты. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, надо же, который раз влюбилась, Неосторожно, глупо и смешно. Ах, сердце, сердце, снова ты сбесилась, Мне ног заснуть, как будто не дано. И воздух стал вдруг чище и свежее, И солнце гладит ласково лицо. Так хочется на улицу скорее, Все бы позабыто лишь твое колесо. Мне кажется, что все сейчас погласно, Великая, поверьте, по плечу, Я о тебе тревожусь нежечасно, Я душу жгу, как на ветру свечу. О, Боже, я не смею верить в чудо, Покой привычный канул в пустоту. Приходит человек из ниоткуда, Похожий на заветную мечту, И ты уже становишься другой, Загадочной, красивой и шальной, Любимой и бесконечно дорогой, И любящей, и нежной, и родной. И то необъяснимое безумство Бежит по жилам, словно эликсир, Любовь, любовь, О, кто тебя придумал? Но без тебя не мыслям это мир. И снова любовная тематика В произведении русского композитора Александра Доргомышского На стихи Юлии Жадовской Роман с под названием «Я все еще его, безумная Юлия» Я чувствую дыхание весны, И вижу солнце яркое сияние, И ветки обнаженные трепетания Среди царящей вето белизны. Зима взволнована пришествием тепла, Боясь весне отдать природу тропу. Но как не удержим капельный звон, Оповещающий весна права взяла. Хочу цветов увидеть в лепестки, Коснуться нежно их своей рукою, Возрадоваться искренне душою, Прогнав остатки мучавшей тоски. И пенья птиц звучать мне будет вновь, Высоких ног серебряные трели, И на невидимой волнующей свирели, Весна сыграет сердце про любовь. Романс «Птичка», композитор дебюк, Слова Бороздина, на сцене Анастасия Попова. Аперетта – это легкий, необычайно сложный, И вместе с тем игривый музыкальный жанр. Достаточно называть имена таких великих композиторов, Как Жак Ахенбах, Имра Кальман, Франц Вегар, Федерик Лоу. Говоря о последнем, Сразу же вспоминается его великое творение «Моя прекрасная леди», Где можно найти знаменитую песенку Главной героини этой Аперетты-мюзикла Элизы. Для нас ее напомнит Ирина Зангиева. Миниатюрный роман царинского Корсакова «Пленившийся розой соловей» Это одно из самых красивых камерных произведений композитора. А подарит его нам Анастасия Попова. Я хочу вам напомнить о том, Что мы с вами находимся в музее имени Александра Алябьева. Это некий осколок прошлого, Замечательное место для гостей Пятигорска и его жителей. И, конечно же, мы не могли не включить Замечательный и знаменитый романс Алябьева «Соловей». Отдавая этим образом дань, Вели память великому русскому композитору С искренней благодарностью этим стенам, Что приняли нас. Произведение исполнится Анастасии Поповой. Наш концерт подошел к концу. Хочется сказать об искусстве пения стихами. Я слышала ветер степной, Он песню сложил о простой. Похоже, та песня прибой, Та дивная песня о море, И легкий шум я воню саду, Кто и песням не слышался дальний, И словно на тихом пруду Янтарных их шепот печальный. Будь может, прекрасный орфей Тревожился в вечные струны, И ветер земли корифей Резвился в фонтановых струях, Та песня в просторе неслась, И душу мою волновала. А солнце, казалось, смеясь, Тепло всей земле даровала. Дорогие друзья, Мы сердечно благодарим вас за внимание. Желаем крепкого здоровья, Удачи во всех ваших делах, Чтобы в душах всегда светило солнце, Счастья и добра. Для вас эту весеннюю рапсодию Сыграли артисты театра опереты Анастасия Ахпопова, Лауреат Международного конкурса. Спасибо. Ирина Азангиева, Волгоград всероссийских конкурсов Академических дарствах России. Наталья Игнатова, Слепонопады, Молгоград и Международного конкурса. Ваша покорная слуга Просто Варина Айберкина. Браво. А мы вместе Елена Чемцова. Браво. Спасибо большое. Смотрите сюда. Смотрите сюда. Смотрите.